Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вопрос касается общения с человеком, который вас закучает, который вас напрягает. Значит, вы говорите, что с одной стороны он вас притесняет, как это мешает вам жить, а с другой стороны вам хочется с ним общаться. Я бы сказал, что общение с этим человеком затрагивает вашу нарциссическую часть. На мой взгляд, здесь это очевидно. То есть это та часть, где вам хочется признания, где вам хочется какого-то одобрения, восхищения, какого-то восприятия вас как важного, как ценного, как во всех отношениях значимого человека. Но в то же время, как будто бы, значит, целью, значит, за это вы платите довольно высокую за это. Ну вот, за то, чтобы с этим как-то соприкасаться. Поэтому я думаю, что в первую очередь здесь можно рекомендовать работу с уверенностью в себе, ой, работу с личными границами, простите. И дальше, значит, с опорой на себя, потому что вот когда вы, например, говорите о том, что вот я себя теряю, да, и вот как будто бы вот вы растворяетесь в человеке, да, вот, то на мой взгляд это как раз таки вот история про отсутствие опоры на себя у вас. Дело в том, что человек, ну, другой человек, это вызов, определенный вызов для, ну, для вас, это определенный вызов. Это такая, знаете, как проверка, вот, это проверка вот вас на какую-то, ну, может быть, устойчивость, да, на какую-то вот крепость, крепость вашей собственной точки зрения, вот, и я думаю, что вот, ну, в какой-то степени, да, то, что вы, ну, проигрываете, получается, вот эту, ну, наверное, не очень хорошо бы, будет сказать, гонку, да, то есть это все-таки, наверное, не гонка, но в любом случае вы чувствуете себя в этом проигравшем, потому что вы себя теряете, и вы чувствуете в целом, что вам как-то, ну, плохо, вот. Говорит о том, что все-таки, вот, контакт с собой, вас, вас нет, с этим, с этим человеком, да, и вы, вот, поддаетесь, эм, такому, э, его напору, да, его желанию видеть вас, вот, э, ну, того, кого, э, того, кого он, э, хочет видеть, да, то есть, вот, какого-то такого, э, ну, условно, условно, а идеального, да, условно, такого вот, э, человека, вот, как он вас воспринимает, вот, э, какие я вижу, э, здесь, э, варианты, да, потенциальные, какие я вижу здесь потенциальные варианты, э, значит, я вижу здесь, э, выделение, э, у вас, вот, этой потребности в, э, восхищении, э, признанию, э, э, и, э, э, значит, ну, вот, в каком-то таком возвышении, да, то есть, ну, вот, ваше, э, ваше желание, если, э, а, хотите, вот, э, быть, э, значит, э, в центре внимания, да, быть, э, э, в центре, просто быть в центре, то есть, вот, такая, как бы, э, ваша потребность, она, э, остаётся нереализуемой, э, она не реализуется и с этим, э, э, человеком, как мне думается, э, в, э, в, э, полной мере, потому что, э, мне показалось, по, э, вашему тексту, что, как-то вот, э, э, только, э, только, только с ним вы, э, ну, вот, э, как будто бы допускаете вот этот, вот этот, вот этот момент. В других же обстоятельствах, э, в других, э, э, ситуациях, да, может быть, может быть, даже, э, с другими людьми, э, вот, ничего такого, как будто бы вы себе не позволяете, а, а, ведь, вообще-то, вам этого, э, хочется, э, хочется, и это, вот, нормально. Поэтому, э, э, поэтому, э, значит, вот, изменение поведения, вашего изменения стратегии, э, вашей, вот, э, больше реализация, э, потребности, э, вот, который движет вами, э, э, и, соответственно, вам будет, э, более, э, понятно, так ли вы действительно заинтересованы в этом человеке, как в друге, или нет, потому что есть ощущение, что, э, сейчас вас просто привлекает то, что он, вот, сделал, э, из вас, э, кумира, и это, в принципе, понятно, вот, и дальше установка, э, четких личных границ, вот, и, соответственно, если вы, э, ну, принимаете какое, э, какое-то решение, да, быть этим человеком, вот, э, то, значит, вот, э, ну, приучение человека к тому, как с вами общаться, э, ну, вот, потому что, ну, вот, это вот ваше слияние, да, оно связано, вот, как раз, э, значит, с определенной вашей потребностью, э, значит, ну, вот, разобраться, или разбираться, э, с этим, э, означает, именно, вот, э, проработка этих потребностей, этих потребностей. Я думаю, что еще, э, есть, конечно, э, проблема, э, в том, что вы, может быть, э, 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 ну, несколько, вот, некорректно, э, для, э, ну, для себя выращаете, э, э, сочувствие, да, то, что вы чувствуете, то, что вам хочется, вот, там, может, может быть, местами боитесь обидеть, местами, может быть, еще что-то, вот, опасаетесь, что человек не будет, э, с вами общаться больше, ну, вот, если вы ему что-то скажете, и так далее, и так далее, вот, все это тоже нужно, нужно корректировать. Ну, и, э, последнее, на чем я бы хотел, наверное, сейчас, э, заострить ваше внимание, да, последнее, это вот, э, э, общее, то есть, если этот человек ваш, ну, условно говоря, друг, да, вы позиционируете его как друга, ну, или как приятеля, неважно, вот, то должно быть что-то общее. У вас что-то вот, что бы вас, ну, что вас объединяло бы, вот, и что, ну, давало бы ощущения, в частности, вашему другу, вот, в первую очередь и вам во вторую, что вот как-то реализуются ваши отношения, да. И, соответственно, и, соответственно, нужно это что-то общее найти, нужно это реализовывать, вот, потому что некоторые люди могут, вот, докучать именно по той причине, что им кажется, вот, что, если они не будут этого делать, да, то общение, в общем-то, не будет, ну, вообще никак, там, развиваться, да, никак оно не будет происходить. Есть такой страх, может быть такой страх, вот, это необходимо корректировать, конечно. Вот, все, на этом буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, что вроде бы у вас мелькнуло фразу о том, что вы понимаете, что вам нужна терапия, вот, соответственно, выбирайте себе эксперта, начинайте работу, вот, я думаю, что скорректировать это нужно. А вот еще что-то забыл добавить, то, что мне показалось, опять же, что как будто бы ваша жизнь, может быть, не слишком наполнена, да, ну, вот, в следствии чего вы уделяете такое большое внимание человеку, который, в принципе, ну, от вас зависит, явно позиционирует себя ниже и менее успешнее, чем вы. Вот, соответственно, если бы ваша жизнь была более наполнена, если бы у вас была бы, было бы больше увлеченность в своей жизни, больше интереса к ней, вот, вероятно, что такой человек бы не, ну, не оказывал бы на вас такое сильное влияние просто за счет того, что было бы много вещей, которые, ну, нужно помимо него делать, да, вот, а то, что вы описываете, как будто бы является следствием наличия у вас свободного времени. Вот, поэтому этот момент тоже нужно поизучать, вот, то есть я верю в то, что вы заняты, что вы можете быть занятым человеком, но вот насколько это занято с наполненным интересом вашим, большой вопрос. Всего доброго, удачи! Спасибо! Спасибо! Спасибо!